Ежегодно в январе жители и гости Десногорска приглашаются на концерт в честь светлого праздника Рождества. По доброй традиции и в этом году концерт был благотворительным. На празднике каждому гостю выпала возможность поучаствовать в судьбе юного десногорца Ильи Иванова. У мальчика сложный врожденный диагноз – спина бифида. Ребенок не чувствует ног и передвигается в инвалидном кресле. На празднике от его имени присутствовал член общества инвалидов Геннадий Гриднев. Он подробно рассказал гостям вечера о проблемах мальчика и объяснил, как важно участие каждого в судьбе Ильи. Господь поставил ему шанс немного поправить свое здоровье на святой земле в Израиле. Несмотря на январские морозы, атмосфера в зале была теплой. Зрители согревали и радовали своими выступлениями приглашенные вокалисты и музыканты. Скрипачки Лилия Шилина и Екатерина Шишкова исполнили волшебную композицию «Тихая ночь». А очаровательная гостья из Новочеркасска Инна Звигинцева растрогала зрителей своим душевным вокалом. Саксофонист Михаил Петраков из города Рославль исполнил известные композиции на высшем уровне и внес в рождественскую атмосферу концерта праздничные ноты. На праздники также выступали Ольга Вельгус из Брянской области, Михаил Маринов из Калуги, Анна Новикова из детской музыкальной школы Десногорска и детская группа прославления церкви «Слово Христово». Пастор церкви выступил с рождественской речью. Дорогие десногорцы, я прошу вас, подумайте, задумайтесь, с чем есть время, но оно не в нашей власти. Пусть Бог всех вас благословит, благословит ваши семьи и пусть вот это спасение, которое Господь принес, оно обретется каждым из вас, чтобы потом в вечности нам не быть в этом страшном месте, о котором, знаете, трудно даже и не хочется говорить в этот праздничный час. Пусть Бог всех вас благословит. Спасибо вам, что вы здесь, с праздником вас. Организаторам концерта удалось собрать 45 тысяч рублей на лечение Ильи за рубежом. Мальчику не обещают чудесное исцеление, но поддержать жизнедеятельность попробуют израильские врачи.